Ребята, всем привет! Что я сегодня собралась делать? Я собралась опять в лес за грибами. Сегодня просто замечательный день. Ребята, сегодня такое солнце, на улице так тепло. Это такая редкость для нас, для севера. Потому что у нас обычно, если осень, то это прям холодная осень. Если зима, то это прям холодная зима. И тёплые денёчки, что летом, что осенью, что весной, это прям большая-большая редкость. Поэтому сегодня просто замечательный день. Я иду в лес за грибочками. Будем продолжать заготавливаться на зиму. И беру, как всегда, вас с собой. Блин, ребят, как здесь здорово. И вот, если честно, я не столько люблю кушать грибы, сколько я обожаю их ходить и собирать. Конечно, всё бы ничего. Единственный минус, что ты постоянно здесь, на севере, боишься наткнуться на медведя. Ну, я всегда стараюсь возле посёлка, недалеко от посёлка ходить. Чтобы, ну, если уж что, знаете, чтобы хоть какой-то шанс был на выживание. А так здесь вообще здорово. Прям я в лесу всегда чувствую какое-то, знаете, умиротворение. Такие какие-то особые чувства. Лес меня вдохновляет силой, энергией. После леса всегда, знаете, жить хочется. Я тут, кстати, нашла белые грибочки, смотрите. Красавцы. Сейчас сорву. Ножки, смотрите, какие толстые. Классные, да? У меня прям, девочки, наслаждение собирать грибочки. Ой, что-то как-то я его не очень удачно отрезала. Хотела корешок внутри ставить в земле. Надо его как-то назад засунуть. Так, вот он, красавец. Реально, как я люблю собирать грибы, ребят, вы бы знали. Обожаю. Ребята, блин, это катастрофа. Это реально катастрофа. Мне сейчас позвонил муж и сказал, что он завтра едет домой. Не, я, конечно, очень рада, я счастлива. И у него не было неделю, даже чуть побольше недели. Но просто у меня ничего нету покушать. Я готовила чисто все эти дни, ну, чисто себе, чтобы не переводить зря продукты. Я не варила ни кастрюлями супы, ни второе, ни так далее. И теперь мне надо, короче, срочно бежать в магазин. Время вечер, седьмой час вечера. Мне надо бежать в магазин, купить недостающие продукты на борщ, сварить борщ. И что-то приготовить на второе, чтобы как бы завтра Саша приехал и покушал домашние еды. В общем, ребята, я бегу. Я вернулась с магазина. Смотрите, готовить на первое я буду борщ. На борщ у меня все есть. Капуста, свекла, чеснок, картошка. Не хватало мне только моркови, лука и мяса. Я это докупила. Это как бы для готовки борща. Взяла вот такой вот шницель. Ну, думаю, пойдет я его сначала отварю, потом порежу кубиком борщ. А на второе я буду готовить картофельное пюре. На картофельное пюре у меня тоже все есть. Масло сливочное, молоко, как бы картофель. И к гарниру буду готовить фрикадельки. Взяла вот такой вот фарш. Фарш говяжий премиум. Буду готовить фрикадельки. И взяла к ним сметанку. Но я их буду, соус сделать сметанно-томатный. Томатная паста у меня есть. Перемешаю. И как бы будет такой, в соусе будут, к картофельному пюре. Взяла хлебушек у меня закончился. Вот у меня тут остаточки есть. Мне бы хватило. Но так как приезжает Саша, надо было взять еще. И взяла два огурчика на салат. Помидоров, как вы знаете, у меня пруд пруди. А огурчики закончились. Вот приготовлю свежий салат к этому всему. Все, я приступаю к заготовку. И завтра жду с нестерпением возвращения своего мужа. Девочки, у меня практически все готово. Борщ я сварила. Теперь надо дождаться, чтобы кастрюлька подостыла. Чтобы ее убрать в холодильник, надо будет еще плиту помыть. Здесь у меня картофельное пюре. И здесь у меня фрикадельки в сметанно-томатном соусе. Практически тоже готово. Все, я молодец. Муж голодным не будет, когда приедет. Просто видите, я не знаю, во сколько он приедет. Он может, понимаете, и в 7 утра приехать, и после обеда. И как бы не хотелось, что если он действительно приедет не в 2, не в 3 часа дня, а, допустим, в 7 утра, чтобы я ему говорила, что терпи, жди. Вот сейчас я пойду, только начну готовить. Пока это все сварится, потушится, пропарится. Ну, просто так не хочется. Хочется, чтобы он приехал, сразу мог покушать что-то горячего. Поэтому пришлось готовить, грубо говоря, сегодня в ночь. Но в любом случае настроение замечательное, потому что я очень-очень сильно соскучилась. Ребята, всем привет. Уже следующий день. В общем, сейчас время, первый час дня. Мужа моего до сих пор нет. В общем, вчера зря я пыхтела до глубокой ночи с этой готовкой. Я вполне бы могла успеть сегодня все приготовить. Но, как говорится, лучше чуть раньше, чем опоздать. Ничего страшного. Муж мне звонил, сказал, что где-то еще примерно часа два будет ехать до нас. Поэтому я сейчас хочу, пока его нету, быстренько сбегать. Мне надо мусор вынести. И сходить на почту, и сходить в магазин. У меня там закончились некоторые мои косметические средства. Надо дозакупить. В общем, пока его нету, быстренько сейчас пробегусь, сделаю свои дела. И потом как раз Саша приедет. И буду уже проводить время с ним. Девочки, пришла я домой. Вообще пипец. Вот, посмотрите на мои покупки. Взяла, блин, мицеллярку для снятия макияжа. Взяла спрей для легкого расчесывания. Две заколочки и ежедневки. Тысяча рублей. Девчат, тысяча рублей. Это пипец. Я не знаю, принесла вот реально на донышко в пакете. Вот что я купила? Ничего я не купила. На почту зашла, ничего у меня так и не пришло. Мне должны трудовую прислать с моей работы по почте. В общем, нету. Вот, котейки брусятся. Что вы? Саши тоже до сих пор нету. Время сейчас скажу. Время полвторого дня. Но вроде как он уже должен скоро подъехать. Сейчас я, наверное, встану, нарежу салатик. Потому что вчера салат я не нарезала. Ну, он за ночь уже был не такой вкусный. Когда свежие огурцы и помидоры, он долго не стоит в холодильнике. Вот. И буду ждать своего милого. Ну, наконец-то, наконец-то солнце моё в ваконцах вернулось. Сумки его. Весь оброс вообще. И стричься надо, и бриться надо. Такой его вещь еще дной. Продолжение следует.